МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состояла защита дорожной карты. О том, каким будет Институт геологии в 2020 году, ты узнаешь в сюжете Дианы Шиловой. В пятницу 27 января состоялась защита дорожной карты Института геологии и нефтегазовых технологий. На 2017-2020 годы институт вход в приоритетное направление стратегической академической единицы «Эко-нефть». Представление дорожной карты – это встречи, которые позволяют озвучить отчет Института перед трудовым коллективом. По своим традициям дорожная карта началась с приветственного слова ректора КФУ Ильшата Гафурова. Задача стоит в том, чтобы в приоритетных направлениях, они тоже могут меняться, то есть ничего у нас постоянного нет, за исключением самих изменений. Они тоже могут меняться, поэтому каждое структурное подразделение, по сути, может предложить еще какие-то новые направления, которые бы приводили нас к нужному результату. Речь шла о основных приоритетах направления внутри института, которые во многом основываются на совместных проектах с российскими и зарубежными компаниями и тесно сотрудничают с Институтом геологии и нефтегазовых технологий. Посетили Китай и Колумбию, договорились о проекте в Колумбии, то есть наши технологии, они уже будут применяться в Колумбии, в этом году будет этот проект, мы сегодня будем иметь такой проект с зарубежной компанией. Вот Беккер Хьюз сегодня очень интересуется, сегодня на выходе готов проект, он пока небольшой, примерно 200 тысяч долларов, но это очень интересная такая работа. Стоит отметить, что в скором времени совместно с Институтом управления экономикой и финансов реализуется направление экономика и инноваций нефтегазохимического комплекса. Институт во многом преуспел за 2016 год и, несомненно, это можно было заметить на графических показателях, которые были представлены Данисом Карловичем. В нашем институте учится больше тысячи человек и каждый год мы выпускаем примерно там около 200 человек, то по программам дополнительного образования в этом году, в 2016 году мы обучили 700 человек, то есть это в три раза больше, по сути дела, да, и стоимость заработанной деньги, они уже приближаются к деньгам, которые зарабатывают за счет основного образования коммерческого, да. Как говорилось, в 2020 году геологи планируют увеличить доходы из небюджетных средств и, как отмечается, доля средств от Института геологии и нефтегазовых технологий составит 78%, а также увеличится количество иностранных студентов и сотрудников, которые прошли обучение за рубежом. В Казанский федеральный университет с визитом прибыл советник по политическим вопросам представительства Евросоюза Томаш Паспишел. Подробности далее. В Казанский федеральный университет с визитом прибыл советник по политическим вопросам представительства Европейского Союза Томаш Паспишел. Здесь ему представили музей истории КФУ. Спасибо огромное за такой теплый прием. Спасибо за эту экскурсию по музею. Я много слышал про Казанский университет. И вот сейчас включите его полностью. После экскурсии Томаш Поспишел встретился с проректором по внешним связям КФУ Линаром Латыпова. Первое направление выбрали на Казань. Ну поскольку я очень люблю Казань. Это очень интересное направление. И тут естественно очень много интересных тем, которые для коллег будут очень интересны. Вот то, что упомянули, отношение как раз русских, татар, межконфессиональные отношения, это просто уникальный опыт, который здесь имеется и который для Европы становится все более интересным. По словам советников, в следующий раз он приедет в Казанский федеральный с делегацией своих коллег для обсуждения совместных проектов. Анастасия Иванова, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. Также прошла защита дорожной карты Института экологии и природопользования. Сейчас предлагаем посмотреть вам кадры с мероприятия. О американских студентах колледжа Эраконии. Наша деятельность концентрируется в некоторых предметных областях, в которых мы надеемся продвинуться. Какие изменения ждут экологов Казанского федерального в ближайшее время, смотрите в следующих выпусках новостей. А мы продолжаем. Сейчас самое время узнать самые яркие новости интернета. Внимание! Наша постоянная рубрика Веб Ньюс. Новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о желании улучшить отношения с Россией. Президент США полагает, что стороны могут объединить усилия по борьбе с терроризмом. Ученые КФУ нашли новое применение ядерному магнитному резонансу. В Институте физики адаптируют новый метод спектроскопии под определение качественного и количественного состава нефти. В Казани реставрируют помещение, где жил и работал Николай Лобачевский. Кабинеты, в которых работал великий математик, будут приведены к историческому облику. Решение о начале реставрационных работ принял ректор КФУ Льшак Гафуров. КФУ стартовал эколого-биологический форум «Диланд». Это ежегодное мероприятие направлено на ведение системного подхода в экологическое образование и воспитание школьников. Гонконгский грипп продолжает наступление. В Республике Татарстан выявлено почти 90 заболевших. В Казанском Кривле собрались поклонники оружия. Открытие выставки легендарных калашников состоялось на территории музея Пушечного двора. Марийские и Удмуртские медведи наступают на Казань. Эксперты утверждают, что количество особей только увеличивается. В Казани пройдет семейный чемпионат по запуску бумажных самолетов. Самые выдающиеся участники будут награждены ценными призами. В Свияжских холмы в социальных сетях казанцев все чаще встречаются яркие фотографии с города-курорта Свияжские холмы. Чтобы отлично чувствовать себя в зимнюю пору, наш организм необходимо держать в тонусе. И без спорта здесь не обойтись. Попав в стены Уникса, корреспондент Аделя Шамилова увидела, как сотрудники и профессора Казанского федерального поддерживают свою отличную форму. Кстати, у них есть чему поучиться. Подробности прямо сейчас. История баскетбола легендарна, а начиналась она так. Знаменательной зимой 1891 года студенты города Спринфилд томились от тоски на занятиях по физическому воспитанию. Собрав силы в един, они положили конец однообразию спортивных упражнений и придумали такую игру, которая отлично удовлетворяет соревновательные способности сильных и здоровых молодых людей. Преподаватель физической культуры Джеймс Нейсмит поддержал инициативных студентов и привязал первые корзины к стенам зала. Начало было положено, но вряд ли кто мог предположить, какое будущее ждет преподавательское и студенческое детище. Спартакиада здоровья в стенах Казанского федерального университета очередной раз доказывает, как много значит спорта в жизни каждого. И в этом году участники не подвели, приняв самое активное участие в состязаниях спартакиады. Стук мяча, крики болельщиков, которые отлично слышны в стенах уникса, наглядно демонстрируют каждому, насколько зрелищное первенство по баскетболу удалось разыграть профессорам и ученым, а также преподавателям и сотрудникам Казанского федерального. По итогам жеребьевки соревнований по баскетболу, все участники были разбиты на четыре подгруппы с учетом прошлогодних результатов. То есть сильнейшие четыре команды по прошлому году были разведены, а все остальные команды распределились по слепому жеребию. Матч разыграли игроки из 18 институтов, а также филиалов, кафедры физ. воспитания, департаментов молодежной политики, дирекции спортивных комплексов и аппарата управления. Игроки своим примером отлично стимулируют молодежи к занятиям физической культурой и спортом. Здесь дружеская атмосфера. Есть те преподаватели, сотрудники которых друг друга не знают. В процессе проведения соревнований они друг друга знакомятся и находят общий контакт и в дальнейшем дружат между собой, общаются. Аделя Шамилова, Ленарта Вольтьяров, Универ-Ньюз. На этом у меня все. Хорошего настроения и больше ярких событий. С тобой была Алена Ледвейкина. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»